МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето наступило, причем такое конкретное, и я спешу поделиться с вами очень рада с этой новостью, по крайней мере для меня. Короче, я впервые за последние 4 года после моей гречневой диеты, видео, про которое я снимала, я наконец-то смогла одеть шорты. Шорты размера S. Я такая довольна, иду прямо как девочка такая, потому что я так давно не носила шорты, майки размера S. Ну, конечно, там еще осталось, ну, прилично похудеть, еще килограмм на 5 как минимум, но, по крайней мере, шорты, шорты, шорты. А то я в прошлое лето беременная была, а в позапрошлое лето я просто была толстая, поэтому я носила какие-то непонятные такие шаровары, штаны, которые я просто терпеть не могу. Я их все выкинула сегодня, выкинула, потому что больше я никогда не вернусь в такой вес, которым я была никогда, я обещаю. Покажи шапочку, Леночка. Я раньше считала, что это чисто французская такая шапочка, но нет-нет-нет, шапочку нам прислала мама из Приднестровья. Ой, какая красивая у тебя шапочка, да? Да. Мне очень нравится стиль, такая девчачья-девчачья розовая шапочка. Ну, а наша прогулка опять вернулась тем, что мы накупили кучу всего. Я купила свой любимый порошок карель в капсулах, я купила свой любимый кофе тоже в капсулах. На, блин, помощница. Я купила яйца, кур, которые бегают по полю. Я купила свою любимую кашу Био. Я купила Аду-Сисон, как это называется, который используют после порошка. Очень мягкий, мне очень нравится этот. Дальше, что мы купили? Тени. Ленка, не лезь! И еще мы зашли в аптеку, я купила витамины для теста, для роста волос. Тестирую я их в отдельном плейлисте, можете посмотреть. И я купила свой любимый Магнезиум, это мой наркотик. Вообще, когда мы шли в магазин, мы... Вообще, когда мы вышли на улицу, мы вообще ничего не планировали покупать, да? Сейчас упадешь, да-да. Мы вошли погулять, и вот, и в результате мы пришли с полной сумкой покупок. Ну, наверное, те, у кого есть маленькие детки, они знают, что такое Бэйби Кук. Ну, а для тех, кто не знает, я расскажу. Это такая машина, Бэйби Кук, которую мы готовим в основном деткам. Но я могу его использовать так же, как миксер. Вот, но расскажу о некоторых нюансах. Значит, чем удобен этот Бэйби Кук? Дело в том, что это и машина, которая готовит на пару, и в том числе и миксер. Я им сейчас покажу. Значит, сюда можно наложить различные овощи, даже рис, мясо. Солить или не солить, это ваше дело, но обычно деткам не солят. И вы в эту чашу накладываете нарезанные овощи или фрукты, в зависимости от того, что вы хотите приготовить. Устанавливаете, очень просто, никаких щелчков, не надо ждать ничего. И затем вот такой вот крышечкой вы накрываете, и до щелчка. Оп, готово. Затем вы устанавливаете чашу сюда, и опять же нужно ее закрыть до щелчка. Вот так, оп, затем вы включаете на режим пара, и ваши овощи готовятся на пару в течение 10 минут. Когда овощи готовы, таким же образом вы откручиваете эту крошечку, открываете, достаете овощи, сливаете воду в стакан. Затем эти овощи перекладываете сюда, накрываете такой вот крышечкой, и опять же закрываете. В дальнейшем устанавливаете кружечку, и включаете на режим миксера. Только теперь держать нужно будет. И в дальнейшем у вас готовы пюре. Ну, сейчас я вам покажу это на реальном примере. Я решила сейчас приготовить пюре для Леночки из небольшого кусочка говядины, морковки, кабачка и картофелины. Ну, и после того, как мы очистили от кожуры эти овощи, их нужно тщательно промыть под струей холодной воды. Ну, а теперь кабачок, морковь, картофелина и небольшой кусочек говядины мы порежем не очень крупными и не очень мелкими кусочками. И теперь все эти кусочки высыпаем в корзину. Устанавливаем корзиночку в наш бебикук. Заливаем туда воду. И выставляем режим пара. Теперь нужно подождать примерно 10 минут. Видите, какой пар? Парится, парится, пюрешка готовится. Ну, все, оно перестало кипеть. Выключаем, достаем, открываем. Немножко горячее. Воду я обычно сливаю еще в стакан. Почему? Потому что, возможно, будет не очень жидкая. Я на всякий случай оставляю воду. Теперь вот в этот миксер все обратно засыпаем. То есть не нужна совершенно другая посуда. Накрываем зеленой крышечкой. Защелкиваем. И теперь осталось перемолоть. Ну, и теперь выкладываем нашу пюрешечку в заранее приготовленную емкость. Так, Леночка у меня много не ест, поэтому сейчас вам покажу, что я делаю с остатками. Вам понадобится вот такая вот фигозина в виде цветочка. Это тоже, кстати, производитель Биаба Бибикук. Цветочек этот сделан из такого пластика, очень мягкого, с крышечкой. И я сейчас сюда выложу остатки. Плотно опять закрою крышечку. И в морозилочку до следующего раза. Очень удобная штучка. Потом просто разогрел в микроволновке и все. Так что, если у вас есть детки, я вам очень советую купить Бибикук. И также эту ромашку зелененькую для того, чтобы замораживать там пюре на будущее. Вот. Ну, а те, у кого нет деток, я вам предлагаю посмотреть мое следующее видео, в котором я расскажу, как можно очень быстро забеременеть. Детки такие хорошенькие, когда пьют молочко. Да? Да. Тут вообще вот что случилось. Моя бывшая соседка Сабрина, у нее ребенку, сколько ему там, 9 лет. Вот. Она ехала за ним в школу по автодороге, и у нее сломалась машина. А ребенок, получается, ждет ее возле школы. Ну, и она такая паникерша, она начала тут же звонить всем и выискивать, кто бы мог приехать и забрать ребенка. А школа, в которой находится ее сын, находится совершенно недалеко от нас. Поэтому Жильен, конечно же, поехал и забрал ребеночка. Но она так паниковала, что мне даже стало за нее обидно и страшно. Я вам, кстати, могу показать классный пример, что можно делать, если вдруг все валится из рук, если ничего не получается, и вам становится не по себе, вы паникуете, психуете. Есть один самый классный вариант, это сделать что-либо необычное. Например, можно встать под душ с зонтиком. Ну, это один из вариантов. Но есть еще самый классный вариант, который я использую. Это нужно лечь на мягкую траву, прям так хорошо-хорошо развалиться на спину, раскинуть руки, посмотреть в небо, далеко-далеко в небо, и представить, что все наоборот, что вы лежите в другую сторону, то есть небо, оно находится внизу вас. И вот посмотреть на это все другими глазами. И, собственно говоря, проблемы вам покажутся совершенно другими. Попробуйте, это реально работает. Лишь бы побухать. Лишь бы побухать, что только не выдумают. Что там машина сломалась, сына надо забрать. Лишь бы побухать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова